Девушки отдыхают Пошли штурмом на центр сберком О том, что к ним, по данным корреспондента Субкора Коммерсантов Цхинвали, присоединились сторонники Бибилова И они вроде как друг с другом не конфликтуют Тогда с кем, кто конфликтует, Алексей Федорович? А вот я думаю, что кто конфликтует, с кем еще предстоит выяснить Ну, я бы назвал две главные оси Это все-таки Бибилов и Алла Джоева Его главная конкурентка и победительница Но судя по той информации, которую вы только что огласили Есть еще одно противостояние куда более пикантное Это, мягко говоря, между структурами Которые подведомственны Москве, Кремлю И тем, что временами называется народом, толпой Или еще как-то, но во всяком случае теми людьми, которые протестуют Против того, что произошло за последние три года После победоносной российской войны с Грузией А что произошло? А произошло то, что было обещано очень много Что все очень дружно радовались, что наконец-то полная свобода Независимость Вот даже государство Тувалу признало Еще там пара островов, по-моему Ну, не считая кое-кого в Латинской Америке Что вот пошли деньги на восстановление Там 350 домов, 200 домов, дороги А когда люди оглянулись То выяснилось, что либо все это разворовано Я не хочу говорить кем Ну, во всяком случае, были люди, которые это растаскивали И все то, что происходит в России Все с точностью повторилось в Южной Осетии Только в еще больших масштабах Ну, естественно, относительно больших масштабах То есть, освободили Закричали ура А получилось еще хуже, чем было Люди-то поверили, а их обманули То есть, получается, что сейчас это просто народное недовольство Это протест Протест Это протест И, значит, сейчас, по сути, есть две противоборствующие стороны Так вот, для обывателей Это власть и народ И вот чья сейчас возьмет? Я бы сказал так, что заранее известно, а чья возьмет Потому что за той властью, которой там, стоит сква Стоит Кремль, Красная площадь Один политик, другой политик, которые не привыкли уступать Ведь, по сути, конечно, можно Южную Осетию называть независимым государством Можно частью Грузии Пожалуйста, на выбор Но фактически Это регион Российской Федерации Там рубли, там российские пенсии Туда посылают из Челябинска российских администраторов Туда идут деньги из российского федерального бюджета И вот этот квазирегион, его население А это уже не население, это теперь народ Они посмотрели и сказали, батюшки, нас обманули, нас обворовали И вот возникает вопрос, а кто? Ну, естественно, что первая негативная реакция против тех, кого Москва прислала Но за ними-то еще стоит Это и какой-то, это и Бибилов, это и Бровцев, выходец из Челябинска Премьер-министр То есть все то, что нам подарила Москва, все это, ну, как бы вам сказать, не работает А может быть даже и ворует Вот против этого все произошло Алексей Всеволодович, с Живоевой сейчас можно будет договориться? Ведь Москва как-то сейчас должна найти выход из этой ситуации Это очевидно Каким может быть этот выход? Может быть, это действительно Москва подкупит ее, я не знаю, как-то уговорит, умаслит Ну, я не знаю, каким образом? У Москвы, видимо, есть два принципиальных стратегических выхода Либо додавить По-моему, сейчас Москва этим и занимается Потому что на мартовских выборах, которые состоятся А третий тур, то есть Видимо, Живоевой уже не будет То есть она будет додавлена Это один вариант, который сейчас мы наблюдаем А второй вариант договориться Ну, конечно, все мы хотим договариваться Это естественная человеческая потребность Но если ты договоришься в Южной Осетии То где-нибудь, например, ну, скажем, в Ростовской области Я беру наугад В Северной Осетии, не знаю там где В Владивостоке Сам люди подумают Ага, то есть эта система поддается нажиму А если посильнее подавить, то мы получим то, чего мы хотим А вот это-то недопустимо Поэтому я считаю, что в данной ситуации Если Кремль хочет продолжать тот курс, который он по всей России ведет Надо додавливать А как же так? А вот каким образом можно на Живоеву надавить? Ее убьют, ее купят Ее, я не знаю, там, инвалидом сделают Ртутью отравят, полоним Вот каким образом? Вы знаете, это вопрос не ко мне Я в этой системе не работаю И насчет там ртути, цианистого калия И все это как бы Ну, это не моя профессия, понимаете? Но то, что будет давление И то, что найдут чего-то Ну, проще всего найти налоги Еще проще обвинить, не знаю Ну, сам давайте пофантазируем Гранты от Саакашвили Не знаю, пособница осетинского терроризма где-нибудь Ну, это же делается элементарно Но другое дело, что уж Теперь-то в это точно никто не поверит Особенно в Осетии А Осетия, Южная, это такой регион Который все время пускает какие-то круги По Кавказской воде, по России То позитивные, то негативные Обратите внимание, ведь очень мало говорят о Южной Осетии Очень мало О чем угодно говорят? О Хизбулахах, об Иране, о Сирии, о Путине А почему мало говорят? А как это пояснить? Говорить, что это какие-то бунтовщики и мерзавцы Невозможно Говорить, что это агенты Саакашвили Тоже невозможно Говорить о фальсификациях Ну, извините, а где их нет? Во-первых А потом, какая была разница? 56% и 40% Тут особо много не пофальсифицируешь Понимаете? Вот, поэтому очень трудно объяснять Если говорить в упор Честно и внятно, чтобы обыватель понял Это протестное голосование Против кого? А против этого, этого, этого И все выше, выше и выше В какой-то, да? И дальше, и дальше, и дальше Окей, Алексей Хилович Вообще, зачем Я не буду спросить, зачем Россия вообще ввязалась тогда В эту войну за Южную Осетию Абхазию Зачем вообще сейчас в Москве Южная Осетия? Ну, кто ее освобождал Тот и должен этот вопрос отвечать Знаете, как это по каникулам Простоквашина Может быть, нам продать ее И что-нибудь выгодное поиметь Сколько вообще Южная Осетия сейчас может стоить? Ну, вы знаете, я думаю, чтобы ее не брать Многие бы приплатили Вот представьте себе, что ее возвращают в Грузию И что Саакашвили там будет делать после первой радости Но ведь Южная Осетия, как государство, как проблема Появилась в результате глобальной внешней политики Но хотела Грузия в НАТО Ей объяснили, что там вас не надо А если вы очень хотите, то вы получите и Осетию, и Абхазию И получили Но это как бы одноходовая, но двухходовая комбинация И повесили на себе две гири Да не было бы сейчас Южной Осетии А, кстати, нам еще Абхазия грядет Там тоже очень интересные события могут обращаться Когда? И каким образом там могут развиваться события? А там есть люди, которые действительно поговаривают О полуреальной независимости Есть люди, которые говорят об абхазских интересах Есть абхазская идентичность Есть экономическая заинтересованность в Абхазии Например, Турции И вообще Абхазия это такое, знаете, квази-государство Значит ли это, что России еще предстоит выяснить отношения с Турцией по поводу Абхазии? Ну, до этого еще не скоро Но я думаю, что когда-нибудь мы это увидим А ваш прогноз, когда это может произойти? После Олимпиады 2014 года? Да Ну, сейчас там уже идет накат, но потом посмотрим Это может быть война или что это? Ну, вы задаете такие вопросы, на которые у меня нет ответа Но то, что существует понятие абхазского национализма Причем абхазского государственного национализма Не этнического, там только абхазы Нет, там есть люди, которые живут Это однозначно То, что там по-разному думают люди, политики В том числе все те, которые за Россию Но хоть мысли у них бывают разные Это тоже на будущее очень, я бы сказал, занятная перспектива Я хочу, у шеф-редактора Дайте, пожалуйста, еще минуту Мне нужно еще один очень важный вопрос задать Очень важный, прошу вас Алексей Всеволодович, пол, 30 секунд Значит ли это, что сейчас Северокавказские республики России Внимательно следят за Южной Осетией С точки зрения, поговорить о том, что тоже Северный Кавказ Скоро собирается отделиться от России Северный Кавказ от России не отделится никогда Потому что Северный Кавказ живет на федеральные деньги И без них он жить не может А вот поиграть в эти вопросы Напить себе цель Вполне, да Спасибо огромное Алексей Малошенко Первый раз за год с лишним Здесь у нас в студии дождя Спасибо, Алексей Все вам спасибо Друзья, через 5 минут меня здесь сменит Мария Макеева А сейчас пока инвестии дня На этот раз об акциях ТНК БИПИ Северный Кавказ